Всем привет! Хочу сегодня затронуть еще раз тему расхода топлива. В сети в последнее время появилось очень много разговоров о том, что RAV4 на двухлитровом двигателе и вариаторе может по трассе держать примерно 5-5,5 литров на 100 километров. У меня такая цифра никогда не получалась и сегодня я хочу проверить это в режиме тошнота. Мы поставим на круиз контроля 90 километров в час, в населенных пунктах, как положено в Украине, 50 километров в час. Будем ехать, соблюдая все правила на протяжении 100 километров и посмотрим, что из этого получится. Для начала мы сбросим все показания счетчиков. Сбросим среднюю скорость и пройденное расстояние, а также текущий расход топлива. Выдвигаемся! После обнуления мы можем наблюдать просто космический расход топлива, но уже через несколько мгновений в движении расход начинает снижаться. Уже через 5 минут расход снизился до 10 литров, но это мы еще в городе. Надо выдвигаться в сторону трассы. Трасса круиз 90, расход снизился до 6,3. На самом деле очень тяжело по нашему городу, то есть по Киеву, ездить, соблюдая правила дорожного движения. Особенно это касается проезда перекрестков, скоростного режима. Так как всем известно, что безопасная скорость это не та скорость, с которой вам удобно ехать, а это скорость потока, если это большой поток, довольно плотный. И этот поток зачастую не соблюдает правила дорожного движения, то есть то ограничение 50, которое есть, в местах, где установлены камеры контроля скорости, это примерно 70 километров. Потому что превышение до 20 километров у нас не карается, только лишь предупреждение, народ этим пользуется, поэтому по городу ездят не 50, а 70. Ну, в принципе, это нормально с учетом современных автомобилей, 70 это приемлемая скорость даже в городе. Хотя все мы знаем, что все системы безопасности в автомобиле, все тесты, все проводится на скоростях гораздо меньших, с расчетом безопасности на то, что вы будете соблюдать этот скоростной режим. Я думаю, стоит отдельно коснуться правил дорожного движения. Скорее всего, мы снимем поэтому отдельный ролик проезд по городу Киев. Особенно это касается проезда перекрестков. В тех местах, где у нас обычно народ в пробке выезжает на середину перекрестка, при этом они знают, что они точно не закончат движение по перекрестку и не успеют пока зеленый свет. Что правилами, в принципе, запрещено, как вы знаете. Если вы не можете завершить проезд перекрестка, вы не имеете права на него выезжать. И в некоторых странах даже расчершены специальные такие разметки на перекрестках в виде вафельницы. Ее так и называют вафельница, при заезде на которую, если вы на ней остановились, то вас могут оштрафовать. В Украине пока таких вафельниц нет, по крайней мере, я их не видел. Тут, возможно, где-то есть, но все равно полиция как-то реагирует на нарушение сквозь пальцы. То есть, если вы неправильно паркуетесь, если вы нарушаете проезд перекрестка, если вы разворачиваетесь через двойную сплошную, проезжайте на красный свет. Пока что я видел даже, как полиция едет сама на красный свет. Даже есть запись на видеорегистратор. Попробую здесь вставить. За что у нас полиция любит штрафовать? Это если они встали, им надо там, наверное, или план выполнить, или что-то. Вот когда им надо, когда им пригорает, они, да, они с удовольствием там штрафуют, все это делают. Но при этом бывает так, что они останавливают человека, который, к примеру, по их мнению, что-то подозрительно выглядит, или он на евро номерах. И абсолютно игнорируют человека, который тут же на красный свет не хочет стоять, разворачивается через двойную сплошную и продолжает свое движение. Полиция на это не реагирует. Тоже неоднократно наблюдал это. Поэтому вопрос соблюдения правил дорожного движения в Украине, я думаю, стоит остро. И все нововведения, которые вводят, они вряд ли помогут, пока у нас полиция не начнет адекватно реагировать на нарушения, которые есть на дороге. Вот, я вижу долгожданный знак. Он говорит о том, что мы можем вернуться к своему режиму скорости. Но не более чем 90. Если внимательно посмотреть на очень информативные, в кавычках, показатели Тойоты, то мы увидим две полосы. Зеленую со средним расходом и белую с моментальным. Последнее хотелось бы видеть в цифрах, так как это было у Киа. Но имеем то, что имеем. В любом случае, можем наблюдать такую картину. Даже на круизе моментальный расход не особо стремится ниже среднего. А это значит, что ниже 5 он точно не опустится. На неровных дорогах, даже иногда без горок, авто подгоняет само себя, тем самым увеличивая расход топлива. И чем хуже покрытие, тем больше расход. Но думаю, так у всех авто. Итак, друзья, наше путешествие подошло к концу. Посмотрим на наши результаты. При расстоянии 92 километра. Средняя скорость получилась 55 километров в час. И средний расход топлива 5,3 литра на 100 километров. Давайте подведем итоги этого путешествия. Итак, самый первый момент, на котором я хотел бы заострить внимание, это то, насколько тяжело ездить по правилам дорожного движения. И не столько мне, сколько другим участникам дорожного движения, которые плелись сзади меня. Потому что, когда мы только въезжали в населенные пункты, я, естественно, сбрасывался до 50 километров в час, ехал на круизе. Вы это все видели. Другим участникам дорожного движения это было очень тяжело понять, почему такой автомобиль, который, по их мнению, должен ехать быстрее, плелся со скоростью черепахи. Но закон есть закон, и давайте будем все дружно приучаться к правилам. Момент второй. Мы добились расхода топлива в 5,3 литра на 100 километров. Что, в принципе, подтверждает те слухи, которые ходят по сети. 5 ровно нам, конечно, не получилось добиться. Может быть, 100 километров мало для такого показателя. Но я думаю, что все равно данный показатель довольно-таки вменяемый. И мы знаем, что вот при таком цикле движения, город, трасса, то есть это самое, что не есть, настоящий смешанный цикл, у нас получается вот такой результат. Это если не гонять и соблюдать правила дорожного движения. Момент третий. Так случилось, что в нашей стране не все знаки стоят на тех местах, где они должны стоять. К примеру, у нас есть некоторые ограничения дорожного движения. Допустим, это был знак 40, который был в довольно опасном месте. Там крутой поворот, узкий мост через болото. И там, да, знак 40 вполне себе объяснимо стоит. Но дальше нет никакого знака, который бы отменял это ограничение. И более того, на протяжении нескольких километров была абсолютно ровная, хорошая, гладкая дорога. И непонятно было, почему я там должен ехать 40 километров в час. Ну, хотя бы 50. И до ближайшего перекрестка, который был километра через 3, который отменял действие установленного знака, ну, было ехать, мягко говоря, некомфортно психологически. Не только мне, но и тем, кто ехал за мной. Также другие знаки, которые попадались мне на пути, это знаки въезда в населенный пункт и отсутствующий знак выезда из этого населенного пункта. То есть мы въезжаем в село, едем по нему, село заканчивается. Дальше идут два больших поля. Никакого знака нет. И после этого мы въезжаем уже в другой населенный пункт. При этом бывает такое, что населенные пункты расположены настолько близко друг к другу, их территориальные границы, что два знака стоят рядом. То есть конец населенного пункта и сразу же начинается новый населенный пункт. Это понятно. Но когда есть знак въезда в населенный пункт, дальше отсутствует знак выезда из населенного пункта и начинается новый знак въезда в новый населенный пункт. Ну, для меня это непонятно. Как по мне, там либо знак потерялся, либо его изначально не установили. В чем я сильно сомневаюсь, скорее всего, знак куда-то ушел. Тут вопрос к организации дорожного движения. Это один из тех моментов, почему я говорю, что в нашей стране ездить по правилам довольно сложно. Даже человеку, который старается изо всех сил соблюдать эти правила. Это, можно сказать, в принципе, невозможно. Поэтому зачастую нарушение правил дорожного движения, это проблема не столько водителя, сколько того государства, которое организовывает это дорожное движение. На этом, друзья, все. Обязательно подписывайтесь на наш канал, чтобы ничего не пропустить. Ставьте пальчик вверх, кому понравилось видео. До скорой встречи. Пока.